Приветствую всех в игре Black Desert, с вами снова Роман. Очередное видео. На этот раз оно будет посвящено такому явлению в игре Black Desert, как Кальфионская дискотека. Существует в игре возможность, собрав специальные предметы, получить свиток призыва и вызвать нескольких боссов одновременно, и расправиться с ними, получить соответствующую награду. Называется этот свиток, ну на жаргоне игроков в Black Desert, дискотека. Всего существует три типа дискотек. Почему они называются дискотеками, точно сказать не могу. Ну, возможно, просмотрев до конца этот видеоролик, вы это поймете, а может и не поймете. Честно говоря, я до сих пор не имею четкого понимания, почему игроки назвали это дискотекой. Так вот, существует три типа. Название каждого типа соответствует тому региону, где добываются те самые кусочки, собрав которые вы получаете свиток призыва. Значит, первая дискотека, которой и посвящен этот видеообзор, это Кальфионская. Этот свиток получается путем сбора кусочков кристалла, которые выпадают в регионе Кальфион. Ну, я имею ввиду не только сам окрестности города Кальфион, но, конечно же, это и Сиренди, и Балинос. То есть, вот этот вот весь мир, играя здесь, убивая монстров, с очень низким шансом вероятности, выпадают кусочки кристаллов, которые так и называются. У меня они уже есть, вот они. Кусок кристаллов древних руин, называются эти предметы. Значит, ну, здесь, наверное, место сбора, да, вот видите, тут даже есть в описании. Место сбора долина Джиха, Куленсманш, Северное озеро Кае, лагерь Ратамов, Лесендов, Кладбище Хексы. То есть, вот эти вот предметы выпадают с низким процентом вероятности выпадения с этих вот монстров в этих вот местах. Ну, и также очень часто, довольно-таки, я скажу, что впадаются эти предметы во время рыбной ловли. Когда я снимал видео-гайды по рыбалке, именно на этих кусках и был основан метод заработка. То есть, когда вы ловите рыбу, у меня довольно-таки часто вот эти вот кусочки вылавливались, и я их продавал на аукционе. Вы видите, сейчас цена на аукционе за 1 миллион. Вот. В том гайде, насколько я помню, у меня за час попадалось от 2 до 4 таких кусков. Ну, соответственно, только на кусках можно было заработать рыбачи в игре Black Desert. Ну, тогда эти кусочки стоили по 600, по 700, ну вот, видите, уже почти год прошел, уже миллион они стоят. Так вот, вот эти вот кусочки выпадают в регионе Кальфион. И поэтому дискотека называется Кальфионская. Еще есть медийская дискотека. Собирается свиток призыва из кусочков, которые выпадают в локации медиа. Дополнение игры Black Desert. Медиа, вот у меня уже вся медиа открыта. Столица медиа Альтинова. Вот здесь вот выпадают кусочки. Они немного по-другому выглядят. По-моему, у меня даже их несколько штук есть. Да, вот. По-моему, это они. Вечный запрет. Такая вот книжечка. И если я не ошибаюсь, вот собрав в форме В вот эти вот книжечки, мы получаем свиток призыва медийской дискотеки. Ну, это не точно, потому что у меня за всю игру, что я проходил медию, а это больше месяца, выпало всего лишь две книги. То есть, видите, все охотничьи угодья медии. Здесь я убил десятки тысяч монстров, тут я качался в медии. И вот за полтора месяца, что я здесь играл ежедневно, всего лишь две такие книжечки. Не знаю, почему я такой невелучий. Ну, вот так вот. Выпали они мне. Так, ну, еще есть Валенсийская. Валенсия, вот тут у меня не открыто. Валенсию я еще не проходил. Ну, здесь я подозреваю, выпадают тоже наподобие этих осколков, собрав которые мы получаем свиток призыва. Это Валенсийская дискотека. Так, ну, а сегодня рассматриваем Кальфионскую дискотеку. Значит, собрали вот эти вот самые кусочки. Их можно купить на аукционе. Дальше выкладываем их вот в такой вот крест. Появляется знак плюс. Мы объединяем все это дело. И у нас получается свиток призыва Древней Реликвии. Вот он. Щелкаем указать путь. Смотрим, где призывается эта реликвия. Ну, я уже здесь нахожусь недалеко. Это узел, граница Санил. Западнее города Кеплан. И восточнее, северо-восточнее Медвежьей деревни. Ну, вот здесь вот, граница Санил. Вот на этом пригорке вызывается этот самый босс. Вернее, их там будет три босса. Ну, вы их сейчас увидите. Я буду справляться с ним в одиночку. Но обычно игроки собирают группу. Ну, так же, как и на ежедневных, еженедельных боссах. Так же на дискотеке собирают группу игроков. Вот здесь вот будем призывать. Посмотрим, что из этого получится. Называется «Свиток призыва древней реликвии». Видите, доступен для персонажей 50 уровней и выше. Да, кстати, срок действия такой же, как и у свитков ежедневных боссов. Семь дней. Ну что, погнали. Призываем и смотрим. Вот появляется эта самая реликвия. Такой вот шар. Поднимается вверх. Первая волна монстров, ребята, написано. Ну и сейчас появится первый босс, который, кстати, будет призывать еще и монстров. Так, вот он. Это у нас орк. Видите, такой вот громадный орк с огненной дубиной. Появились новые сильные монстры. И вот этот самый орк, видите, призывает еще и дополнительных монстров. Будем сражаться. В принципе, этот торт не очень сильный, я там думаю. Так, вот он что-то колдует, меня сливает. Ух ты, огненный, смотрите. Снова монстры призвались. Не запустили. Так, ну можно ледяную бурну, наверное, пустить. Ага, он меня сбил. Прервал мою дубину бурю. Но сам он какой-то медлительный, этот самый орк. А вот монстров, которых он призывает. Еще и по площади какие-то такие вот... Он минул шары вылетает. Так, все, убил я этого орка. И, кстати, заметьте, когда вы убиваете босса, пропадают монстры, которых он призвал. Вторая волна монстров. Значит, орку убили. Дальше появляется... Кто появляется? Кто такой? Джихаку, ребята, появляется. Вот оно что. С Джихаку, кстати, я уже справлялся. Справлялся. Был свитер призыва. Тоже призвал каких-то монстров. Так, сейчас у меня отказит. Ведяной дождь. Ну, бьем. Джихаку. У него, вот видите, такая вот... Мощная атака. Он прыгает, напрыгивает. Махает своей огромной дубиной. Так, ну, наверное, уже можно запускать. Все, убили Джихаку. И, кстати, пропали монстры, обратите внимание, которых он вызвал. Начинается третья волна монстров. Вот тут стоит. Так, ух ты, ящик. Огромный ящик, ребята, появился. Это предводитель Санил. Ну, вы видите, все эти монстры знакомы. За всеми ними в отдельности я сражался. Так, в чате вылезло сообщение о появлении мирового хаппровода. Раньше этого сообщения не было. С последним обновлением добавили. Так, ультиматку тут устраивает. Она должна, прикончить. Предводитель Санила. Нет, чуть-чуть не прикончила. Ух ты, вот смотрите, озверел. Покраснел. Вот так вот он прыгает. Ну, его тактика мне известна. Призвал еще лучников. Ну, все, осталось совсем немножко. Последний прыжок совершает предводитель Санил. И погибает от огненного шара волшебника. Вот так вот пал последний босс. Так, ну и смотрим, какой лут мы получаем. У меня питомцы-то не вызваны. Надо призвать. Сейчас там мы что-то должны получить, что-то собрать. Мои питомцы собирают. Вот, видите, трупы. Монстров, Орг, Джихаку и предводитель Санил. Вот эти вот три монстра появляются в результате призыва этой самой реликвии. Так, что у меня подобрали мои ребята? Подобрали они всякий хлам. А, и вот одна печать охотника. Ну, кстати, сейчас посмотрим в чате. Вы можете сказать, ну, хорошо, а зачем их надо убивать, эти дискотеки? Для чего? В чем ценность? А ценность, ребята, в следующем. Когда вы убили всех троих боссов, у меня завершился квест. Задание, которое, кстати, не было взято. То есть оно появляется после того, как вы активировали этот свитер. Вот оно называется. Древняя реликвия. Задание завершено. И в качестве награда я получу вот такие вот три штуки. Реликвия, значит, сокровища Орка, сокровища Джихаку и главы Санил. У Черного Духа. Получаю награду. Видишь, все прошло отлично. Справился же. А как профессионально ты снес башку этому зазнавшемуся Орку? Загляденье просто. Ну да, нос тебе сплющили. Ухо порвали, кость из ноги торчит. Ну, это ты что-то привираешь. А рука неестественно выглядит. Нет, у меня все нормально, Черный Дух. Давай взглянем правде в глаза. Ты и раньше не блистал красотой. Вот такой вот юморист. Так, ну что, получаем эту награду. Так, отойдем в безопасное место. Вот, видите, сокровища главы Санил, Джихаку, Орка. Все это я получил. И сейчас буду открывать, и вы увидите, ради чего стоит собирать эти кусочки кристаллов. Свитки призыва, зачем вообще эти дискотеки нужны, что ценного в них есть. Ну, давайте начнем, наверное, с первого сокровища. У нас Орк был. Открываем. Так, что я получил? Получил какое-то хламье. Вот, да. Печать охотника две штуки. Клыквик Сайжика. Кольцо Сайжика. Зелье на здоровье 15 штук. Серебро 7 тысяч. Это не ценно, ребята. Нет, смотрим дальше. Сокровища Джихаку. Так, снова печать охотника. Зелье, серебро. Ну, тоже хламье. Ну, и надеюсь, сейчас мне выпадет то, что я жду. Сокровища главы Санил. Ага, и вот теперь выпало то, что я ожидал. Ну, опять-таки, голубой рубин. Тут какая-то фигня. Вот, ребята, ради чего эти дискотеки и собираются, призываются. Это обрывки воспоминаний. Ну, на жаргоне игроков печеньки. Стоят они очень дорого. Вы видите, один кусочек стоит 750 тысяч серебра. Используется... Ну, вот тут, видите, все написано. Для чего? Для смены побуждения. Навыка для восстановления максимальной прочности снаряжения. Ну, вот, в основном, эти печеньки используются для того, чтобы восстанавливать прочность у оружия. Когда вы улучшаете камнями оружие или доспехи. Боссовый, имеется в виду, там, босс-шмот и оружие. Там, например, к зарку и либерту еще. Вот, я знаю. То для того, чтобы восстанавливать прочность, нужны вот эти вот самые обрывки воспоминаний. С помощью них вы восстанавливаете прочность. Вот ради этого и собираются. Свидки призыва этих дискотек. Ходят на них, убивают, чтобы получить вот эти вот самые обрывки. Которые нужны для восстановления прочности. Вот это за самого босс-шмота, оружие в зарке и либерты. Вот так вот. Все это работает. Вот такая вот система. Так, у меня тут ивент загорелся. Я могу получить. Черный камень оружия. Новый ивент какой-то запустили тут. Ребята из GameNet. На этом все. Это было видео, посвященное Кальфионской дискотеке. На этом видео завершаю. Спасибо за просмотр. И до новых встреч в игре Black Desert. С вами был Ром. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...